К чао хуми и крайне нерегулярно и достаточно редко, но на моем канале иногда выходят всякого рода новостные дайджесты, если это вообще так можно назвать. И в общем-то в этом видео я тоже бы хотел с вами поделиться некими новостями за прошедшую неделю. И вот сейчас еще важное одно объявление. Если вы хотите больше подобного контента видеть на канале, то обязательно поддержите ролик лайком. Потому что я всегда читаю комментарии, некоторые из них лайкаю, ну лучшие комментарии лайкаю, на некоторые даже отвечаю. И конечно же я смотрю статистику по лайкам-дизлайкам и принимаю решение, что мне лучше снять. Все, все сказал, начинаем. Каждый раз почему-то забываю упомянуть про свой новый инстаграм. Если вы вдруг еще не в курсе, то обязательно подписывайтесь, пасечный, без нижнего подчеркивания, мой новый профиль, куда я буду выкладывать свои фотографии, всякий лайфстайл, ну и все такое. В общем, теперь у меня два профиля, один личный и один такой, ну, более-менее красивенький для фоточек. Все, смотрим видео. А начать хотелось бы с нового дропа Supreme, который пройдет уже в этот четверг, потому что там дропнутся достаточно интересные вещи. Значит, нас ожидают повязки на голову, которые уже ранее были и которые, ну, мне почему-то не заходят, потому что они, во-первых, какого-то очень сомнительная вышивка. Она растягивается, она выглядит вообще отвратительно. Не знаю, чего люди в них находят. И вот дальше, дальше идет очень крутой айтем. Это жакет. Во-первых, он мне понравился, потому что достаточно интересный колорвей. Ну, конкретно я говорю про вот эту вот цветочную какую-либо историю. И, конечно же, вторая особенность, которая меня безумно в ней привлекает, это то, что все сделано из гортекса. То есть, мембранка круто, от дождя, от ветра вообще идеально. Хотя в Москве уже что-то скоро будет минусовая температура, и в этой куртке явно будет холодно. Но, anyway, в общем, швы проклеены, 3M-ные логотипы. То есть, рефлектив тоже присутствует. Очень крутой айтем. Ожидаемая цена на него сейчас где-то в районе 370 евро. На рубли получается что-то в районе 25-30 тысяч рублей с доставкой. Думаю, да, наверное, где-то так. В общем, не дешево, но на ресейле, я думаю, вот этот вот цветочный жакет должен очень круто зайти. Скорее всего, в 2, может быть, даже больше раза поднимется на него цена. И, возможно, даже я попытаюсь его взять. Кальсоны и Ханис, это, конечно, нечто... Не знаю, трусы были огромного размера. Какого размера будут вот эти вот термал пенс, мне вообще представить сложно. Но сейчас, конечно, такое время года, что вообще достаточно useful вещь. Но качество, если вы никогда не сталкивались с Суприм Ханис, то там, конечно, вообще, я бы даже сказал, наверное, отвратительное. Дальше толстовки тоже в коллабе с Гортехсом. Сделаны из их запатентованного ветренепропускающего материала. Но выглядят достаточно дефолтно, что ли. Small box logo, нелепый маленький логотип. Ни к чему он здесь. Ну и единственное, что брендинг еще на рукаве. Ну и переплачивать за это какую-либо наценку Суприм, ну не знаю. Маркеры пилот, кстати, вот прикольная тоже достаточно вещь. Ну, маркер, конечно, но мне нравятся вот именно аксессуары с символикой Суприм. У меня вот есть печать, есть ручка. Дальше штаны к тем курткам. Можно собрать полный сет. Штаны. Здесь вот очень сложно будет понять, насколько они хорошо будут фитить, как они будут сидеть. Потому что они джогеры. И попасть с размером будет достаточно сложно. Хотя, мне кажется, вот штаны сейчас бы под нашу погоду реально зашли. Если под них поддеть какое-нибудь термобелье, можно и зиму, наверное, отходить. Может, тоже себе попробую взять. Ну и дальше здесь уже по дефолту крюнеки, шапки, худи какие-то страшные, кепки, панамы. А чтобы повысить свои шансы на удачную покупку, советую вам воспользоваться ботом Суприм Ордер. Неоднократно про него рассказывал. И вкратце, давайте еще раз повторю, про скидку. Промокод ПАСЕЧНЫЙ дает вам 30% скидки на любой из продуктов, либо на сезон, либо на один дроп. Я, конечно же, рекомендую брать на сезон, потому что это в любом случае получится выгоднее, если вы будете каждый дроп хотя бы брать по какой-либо вещи. И скидка работает так, что вы при пополнении счета на своем аккаунте платите не 3 500, а 2 500. Вполне себе, косарь, неплохая экономия. Так что пользуйтесь скидкой, все ссылки будут в описании. Nike Air Max 720. Думаю, многие из вас уже видели их фотографии, может быть, даже кто-то про них читал какую-либо информацию. Но сегодня вышло чуть более подробное интервью с креативным директором Nike Диланом Рашем. И он ответил на чуть более развернутую, на какие-то интересные аспекты этой модели. Они позиционируют эту модель как повседневную и разработанную специально для тех людей, кто много передвигается во время дня и кому нужна хорошая и комфортная обувь. С точки зрения дизайна, вот знаете, многие бренды любят говорить, мы там вдохновились той-то старой моделью, мы там вдохновились там еще каким-то винтажом. Здесь Nike говорят, что в принципе они ничего ниоткуда из своих предыдущих моделей не заимствовали. Единственное, что в принципе похоже и имеет какие-то отсылки, это, конечно же, Nike Air Max 97. Ну, потому что там тоже, да, баллон идет под всей площадью кроссовка, но, конечно же, он не такой здоровый, он не такой видимый, ну и, наверное, он не такой комфортный. Но про комфорт, конечно же, мне очень интересно будет их потестить, посмотрим уже, когда модель выйдет. Цифры. Почему 720? То есть обычно в последних моделях, там, 270 Nike Air Max, Nike Air Max 360, это количество градусов, с которых видно баллон. В случае с 700-200, здесь такая же история, то есть 360 градусов баллон видно в вертикальной оси, и 360 градусов видно их также, этот баллон, в горизонтальной оси. Именно поэтому 360 плюс 360, 720. Высота. Nike Air Max 720, это очень высокие кроссовки. В пятке высота мидсоула составляет 38 миллиметров, это практически 4 сантиметра, это очень высоко. Даже в Nike 270, и то было ниже, по-моему, в районе 32, где-то 30 миллиметров. В будущей модели они сделали свой максимально высокий баллон. Оправдывают они это тем, что это даст максимальный комфорт, потому что именно на пятку приходится основная масса нагрузки во время того, как вы стоите, во время передвижений, во время бега. И вообще, в принципе, вот вся вот эта вот их кольцевая подушка должна, по их словам, давать какой-то невероятный комфорт, и также она должна очень круто поглощать всю энергию. Ну, очень хочется проверить, потому что, знаете, все вот эти вот подушки Air Max, даже на тех же Vapor Max, это очень сильно зависит от вашего веса. То есть я вешаю сейчас где-то 70, ну, 70 плюс, и Vapor Max подо мной не очень сильно пружинят, я бы даже, наверное, сказал, вообще никак не амортизируют. В то время как на человека, у которого вес уже там 85 плюс, он на них прям ходит подпружинивает. Здесь реально все зависит от веса, посмотрим, как будет с 720. Кстати, сигнатурный цвет у них это северное сияние. Ну, спорно, очень спорно. Если они действительно оставят их в таком же виде, как они уже есть в интернете, ну, не знаю, выглядит не очень убедительно. Но посмотрим, может еще что-то поменяется, может в каких-то других Colorway они будут смотреться совсем по-другому. Ну, вот как-то так, ждем релиза и двигаемся дальше. Nike просто продолжает бомбить всевозможными релизами, коллаборациями. И следующий кроссовок, про который хотелось бы рассказать, это коллаборация с дизайнером Томом Саксом. Собственно, называется кроссовок Nike Mars Yard Overshoe. И представляет из себя очень, на самом деле, интересный... Я даже не знаю, вот кроссовок к этому, к этой обуви не очень подходит. Я не знаю, как это правильно назвать. В общем, по сути, это аж целых два элемента. Все ждали вообще, что будет просто какая-то более высокая версия предыдущих Mars Yard. Но нет, Том Сакс с Nike сделали просто абсолютно какую-то необычную для индустрии кроссовок тему. Он продолжает развивать вот это какое-то направление космоса. Кроссовок состоит из двух частей, из двух элементов. Первая это его внутренняя часть. Получается, это сам кроссовок Mars Yard. Практически такой же, как был до этого. Единственное изменение коснулись шнуровки, насколько я понимаю. Были сшиты металлические колечки в элементы шнуровки. И сама шнуровка теперь из себя представляет не банальные шнурки, а такую затяжку. Ну, типа, как вот на, не знаю, сноубордических ботинках обычно используется. И второй элемент, с которым они сшиты. Я, кстати, поначалу думал, что это абсолютно два разных айтема, и если что, можно достать кроссовок. Но нет, оказывается, что он вшит, как-то вклеен. Пока что неизвестно как. Сделана, кстати, вот этот вот верхний элемент, верхняя часть кроссовка из очень крутого материала Dynima. Он безумно прочный. По каким-то своим характеристикам прочности он превосходит сталь. Причем практически в четыре раза. Есть такой показатель, как разрывная длина. Это, условно, та длина материала, после которой материал уже сам под своим весом начинает разрываться. Так вот, в случае с Dynima эта разрывная длина может составлять 400 километров. В то время, как устали, это всего лишь 25 километров. Ну, это так, интересный факт. А вообще, это, в принципе, вот такой вот, конечно же, влагозащитный верхний элемент, который защитит вас от ветра, от влаги. Ну и, в принципе, на московскую зиму очень интересно. Вряд ли, конечно, их кто-то будет у нас носить по улице, но, в принципе, очень классно. Также присутствуют две бакли на фидлоках, точно такие же, как на 270-х Air Max. Присутствует практически такая же утяжка, как в комьюторах. Ритейл у них будет 511 баксов. Это достаточно много для кроссовка. Это 30 с чем-то тысяч. И получается, что ресел будет, ну, я думаю, космический. Потому что и на обычные Марс Ярды ценник на реселе взлетел очень неплохо. Здесь, я думаю, оно будет еще выше. Релиз уже, кстати, назначен на 11 октября, эксклюзивно в Dewar Street Market London. А дальше, в принципе, кроссовки уже должны увидеть свет в каком-то более обширном релизе. Но об этом пока никакой информации нет. Ну и чтобы как-то разбавить немножко новостной поток со стороны Nike, давайте парочку новостей от Adidas. Adidas, чем они могут удивить? Новая расцветка 350-х V2. Но в данном случае это не просто новая расцветка, это немножко переработанная структура кроссовка. Вот очень интересно, кстати, из каких материалов все это будет сделано. Называется оно Static, Adidas Easy Boost 350 V2 Static, извиняюсь. И суть заключается в том, что полоска, паттерн вот этой полоски, которая шла на внешней стороне кроссовка посередине, сделана, видимо, из прозрачных, наверное, каких-то нейлоновых нитей. Ну, по сравнению с предыдущими обычными просто кучей разнообразных расцветок, заканчивая тем, что она уже выходила в расцветках масла, это смотрится, ну, неплохо, окей. Релиз данной расцветки пока что назначен на декабрь, но по каким-то непонятным причинам пару уже можно купить в Stadium Goods с ценником примерно где-то 2000 долларов. Также Adidas представили свою 700 модель также в расцветке Static, она получила 3М полоски, тоже выполнена в серо-белых тонах, но в отличие от 350, вот это вот мне совершенно не заходит. Не знаю, не рефлектив, ничего не спасает эту расцветку. OG 700 выглядит прикольно, да, но вот это как-то совсем нет. Ну и на этом это видео подходит к концу, обязательно пишите в комментарии, что бы вы хотели, возможно, что бы я добавил в этот формат, что вам нравится, что не нравится, если понравилось, то обязательно поставьте лайк. А с вами был я, Никита Пасечный, и до новых встреч, всем пока!